Ну что, продолжим прохождение сайта. Мы остановились здесь, на вот этой сцене, где мы собрали пачку чудиков и открылась дверь. Дальше за нами эти чудики идти не хотят. Даже тут нельзя оттащить. Ну чё ж, пойдём дальше. Тут будет сейчас достаточно громко, поэтому я тоже постараюсь говорить громче. Тут какие-то... Словно сказать, что это происходит, потому что нам здесь ничего не объясняют. Одно только понятно, что вот эти самые волны, ну как бы сказать, опасны. Вот так это выглядит. Я читал несколько версий того, что же это может быть. Одна из версий, что это некий, как бы сказать, способ добычи электроэнергии в этом новом мире. Другое объяснение, что это как раз и есть та самая катастрофа, из-за которой... А я её не успеваю. Чё, не ту кнопку нажимаю. Ну, моё предположение, что это может быть как раз какой-то такой защитный барьер от проникновения тех самых зомби-чудиков. Хотя тема с сейсмической активностью тоже имеет место быть. Потому что довольно очевидно, что мы находимся на глубине. Мы очень долго спускались сюда. Так, поскольку тут тайминг очень-очень точно настроен, то лучше не спешить надеясь, что это понесёт. Обычно всё в самую последнюю минуту. О, а вот над этим пазлом я очень-очень долго ломал голову. Мне раньше казалось, что вот этот рычаг, он останавливает эту самую крутилку и включает её обратно. И мне казалось, что самая логика это вот остановить здесь, пролезть, прикрываясь этим щитом и дальше быть, собственно, весёлым и счастливым. Но нет, оказывается, нам эта самая крутилка пригодится в дальнейшем. Поэтому всё немножко хитрее. Нам надо вот эту, чтобы она наслала. Да, слишком я неправильно включил её. Ну, то есть, тут достаточно длинная лестница и времени на её подъём не хватает. Поэтому надо, чтобы движения мальчишки совпали с движением этой штуки. Причём совпали именно в верхней точке. Ну, точнее, в точке, где вот случится это самое. О, принесло. Да, наверное, это не очень весело смотреть. летсплеи, где постоянно так пыркаешь и умираешь, я бы наверное, будучи хорошим летсплеером, я бы наверное рассказывал всякие сутки при баллике, но я так себе летсплеер, я собственно для того и пишу эти видео, чтобы учиться их делать, так наверное надо было, чтобы еще лучше удерживать, ну ладно, посмотрим, лучше сейчас буду, давай все. не понесло, ну то есть, вот это скорее пример несколько ошибочно настроенной головоломки, потому что меня в начале пропускает, то есть мне игра так щадит немного, когда я поднимаюсь по лестнице, но за это я оказываюсь наказом дальше. потому что не успеваю прибежать, точнее эта штука, раньше, чем нужно проскакивать. так, ждем момента и понеслась. отлично. да, что-то у нас пытание мажевает. да, что тут лошадка. так получается как, как подгадать. Так, и тут как раз, как мы видим, какие-то манекены. То есть, нужно предположить, что это действительно какой-то испытательный стенд, на котором проверяются действия этих самых волок, и есть вот как раз специальная защита от этих волок. Ну вот так мы как-то пытаемся понять историю этого места. Поспешил. А, понятно. То, что вот это броё, получается, спотыкает, ну как бы сказать, спотыкает станет. Не даёт щиту лететь. То, что мы вот этим дождём. И бегом-бегом, чтобы зацепиться за следующую весу. И что? Наверное, там соседа будет тупикальше. Ох, вот они, головоломки с физикой. Ну, это не просто нажал или не нажал. А, вот. Нюансы важны. Ай-яй-яй. Так. Отлично. Хитро работают. think the И. Кстати, обратите внимание на то, что вот тут вот они самые фаналлы тоже как-то так вот. Хитрые работают, видимо подсказывая нам что то. Не знаю что. Так. Да. Теперь надо. Сатья во двадцать. А. Вот тут тоже был момент, что надо было очень четко по таймингу спрыгивать, нахуй могло размазать. Как мы видим, мы преодолели эту полушевую препятствию. Что еще ждет нас дальше, куда мы попали, что было огорождено этим силовым, не знаю, что, болем, не болем, как это назвать. Горитическими волнами, скажем так. Ну скажем так, опять я говорю это слово, скажем так, здесь все выглядит чуточку более живым, чем до этих фактически. Вот, там была такая заброшенная шахта, а здесь, по крайней мере, здесь лампочка работает. Хотя там тоже работали лампочки. И тут тоже как-то безжизненно. В общем, нет, не могу сказать, что вот эта секция с аквилищными волнами. А, мы ее еще не закончили, получается. Ну что, она является каким-то так, угроженной. Не идет, я могу только тут бегать. Поверьте, я уже забыл, как тут что. Как я заходил, так и выходить. Ну нормально, дыхание хватило. Спас сам. Заметьте, сколько у него анимаций. Мог бы просто вылезти и стоять в вайдле, а у него вот одно, другое, третье. Интересно. Какие-то склады попали. Вот тоже, простенький пазл. Из рычага и веревки. Ну, точнее, даже не то, чтобы пазл. Ну, такой вот момент, где можно напрячься, немножко понервничать. Тихо, конечно, очень неприятный момент, что надо вот... Опять, я там, аватарами вовремя успел. О, какая молодец. А, что вот надо именно нажать на это чем? Ждать, ждать, когда дверь откроется. Очень томительно. Окей. Все-таки эта часть выглядит так же не очень жизненно, как и предыдущая. Так, что у нас тут есть что-нибудь? Ага, можно туда и туда. Тут нам не подняться, значит только внизу. Ну, окей. Надеюсь, тут не плавает этот сам знает и что. Ох, ешечки-гошечки. Так. Сейчас как-то тут правильно. Делаем так. О-о-о-о! Милое создание! но походу она это не алё я честно говоря забыл уже немного игру за несколько сказать недель с тех пор я прошел поэтому что-то для меня в новинку теперь вот так полон сюрпризов какой милый момент а нам надо в воду и мы видели что там в воде что подходит заглядывает ну ага смотри они шевелятся луками там шевелят какой милый так ну чё и буки сжимаются никуда деваться особо некуда полетели интересно разработчики как-нибудь называют вот такой подход с таймингом когда вот грозит какая-то неминуемой опасности вот у нас есть доли секунд чтобы избежать но в данном случае даже доли секунд у нас не было вот ух просто вот этот подход он как видели уже многократно используется в игре только вот непонятно что тут делать ну ладно сейчас сообразим реально все пазлы забыл а там можно наверху это вылезти ну это вот как раз способ за нырнуть подальше удачнее поближе к спасительным дверям и как нам тут никак не забаррикадироваться и вот последние секунды вот прекрасно вот мне кажется там даже у наверно разработчиков есть какой-нибудь тайм такой величина там что-нибудь типа 100 или 200 миллисекунд это вот тот запас который есть у игрока чтобы спастись и точнее если был больше времени это был бы не так страшно а меньшина уже было бы тяжеловатим там так что у нас тут самая другая головоломка я хорошо запомнил потому что достаточно долго с ней мыкался это вот головоломка стоит том что надо нашего дорогого товарища приманить блин просто если посмотреть вот этот самый водоплавающий малыш или я не знаю как назвать это существо ну вот тыловое там где по сути мы его оставили то есть вот мы его оставили там соответственно у нас будет сейчас будет больше запас времени когда мы будем плыть вот отсюда так приятно что удается спастись наконец-то защититься от этого странного страшного создания хотя наверно тут так и так в воду упал а не вон веревочка мне еще очень нравится вот эти самые моменты когда мы попадаем в какую-то новую для нас область и по триггеру срабатывает простенькая анимация что что-то вот знаю как сейчас вот поскрипела отвалилась есть ощущение от этого что во первых мир живой что он реагирует на действие игрока и это еще такой несколько сюрприз там что мы в долю секунды думаем блин а вдруг она сейчас все упадет и и все и кранты ну вот о привет я не знаю я на самом деле считаю что это какой-то мальчик наверно ну или не знаю мне он почему-то младенца напоминает только так очень перевозка не знаю наверно потому что он голый но вот она может быть это и девчонка не знаю многим хочется надеяться что это такая диноволосая девчонка так я это очень припознаю я тут не успеваю кнопку нажать и уплыть так поскольку вот этот самый пацан остался там и там же кнопкой там же дверь куда нам надо дальше плыть то надо бы нам его отвлечь сюда ну вот Вот, вроде как, эту самую секцию мы уже проходили несколько раз, когда в последний момент, под дверью, а все равно вот каждый раз приятно, вот каждый раз прям такая радость, что да, да, наконец-то я смог. Причем, вроде как, ничего особого я не делал, а вот ощущение есть. И это здорово. Да. То, что вот там мы дергаемся, это я. Я вот нажимаю кнопочки, он то в одну сторону пытается выбраться, вот такое, а вот теперь уже не пытается. Ну, потому что нас не отбросило на предыдущий чекпоинт. Мы, конечно, понимаем, что как бы это часть истории, но это нам не сильно помогает, потому что мы не понимаем, а что вообще происходит. Ага, нам вот в пузо вставили какой-то провод, желтый, то есть, наверное, вот это... Ну, мы этот цвет видели только в устройствах, которые контролируют зомбаков, правда, им это на голову одевается. А тут вот это вставлено в живот или, не знаю, может быть, это вставлено как раз в грудь, ну, сложно увидеть. Так, вот что интересно, этот самый, не знаю, малыш за нами не поплыл. Ну, я читал еще в описаниях разных о том, что это другой малыш, не тот малыш, который мы видели. И, возможно, мы видели нескольких разных малышей. Ну, по идее, вот у этого была отличительная особенность, что у него не было трубок, которые были за другими ребятами, ну, этими малышами. Ну, и аналогично, мы вроде как заперли малыша в той или иной секции, и если мы встречали нового, то, значит, это действительно какой-то новая малыш была. Итак, приводим. Тут, на самом деле, очень знаменательный момент, потому что сейчас мы обрели способность бесконечно плавать. Точно так же, как эти малыши. Так, вот, какое-то странное что-то плавает впереди. Что там было? Смотрите, тоже какое-то дело. И, по-моему, у него там есть поводок. Точно смутно видно. Но, возможно, у нас есть что-то общее. А еще, смотрите, если до этого мы вроде как все глубже и глубже опускались, но там был какой-то industrial, то здесь такие достаточно цивильные, скажем так, лестницы, то есть вполне достойные какого-нибудь торгового центра. То есть, вот, глядя на них, ну, тоже в голове какая-то складывается странная история. При этом вот тут еще какая-то сетка. Непонятная. Так, ну, обратно нам не выбраться. Хорошо, поплывем. Куда плывемся? Опять же, вот тут. Ну, обратите внимание на эти стулья. Ну, явно, это стулья уже не шахтерского какого-то городка, не завода. Вполне такие офисные стулья, там, где какой-нибудь конференц-губы. Так, смотрите-ка, у нас тут тоже кто-то плавает. какое-то тело на проводе. То есть, скажем так, наводит на мысль о том, что здесь проводили эксперименты по как раз созданию, наверное, вот таких вот малышей, которые могут плавать под водой. Соответственно, здесь проводили эксперимент, а рядом сидели люди за стеклами и наблюдали за проведением эксперимента. Ну, или за тем, как вот этот самый подопытный себя ведет. Наверное. Опять же, разработчики ничего сами нигде не объясняли. Ого, 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 привет. Довольно такой милый медитативный геймплей, в который кирпичи так и откладываются. Так вот, я о чем? Сработчики сами нигде сюжет отдельно не объясняли. В игре тоже, как видите, нигде прямым текстом ничего не написано. Поэтому все, о чем я говорю, это все лишь догадки. Мои догадки, догадки других игроков. И все, что мы можем, это декомпозировать игру, наблюдая за вот этими всеми кусочками. Вот мы там, например, только что видели цифру 3, мы такие, ага, это вот там где секция номер 3. Чтобы это значило, а где секция номер 2, секция номер 1, и как все это связана. А еще вот это перекликается с игрой Азбу, которая тоже про бесконечное подводное плавание и про стаи рыбок, которые с нами идут туда-сюда. Вот очень красивая игра, кстати. Рекомендую. Может быть я в нее даже поиграю с вами. А может быть нет, потому что я пока Азбу не прошел, но то, что я видел, оно конечно приятно, но больше не сравнится с Джорни, на который постоянно ссылаются, говоря про Азбу. потому что Азбу, якобы игра от создателей Джорни, но на самом деле она от только двух товарищей, которые делали Джорни, и не очень понятно, почему они покинули свою компанию, я не знаю подробностей, но это явно не ZGame Company, который делал Джорни. Азбу это все-таки достаточно самостоятельная игра, самостоятельная студия. Так, желтый провод. А, ну собственно вот здесь была сфера, просто я ее уже отключал, поэтому она не светится. и очевку мне не дают. Но, только что вы были свидетелем секрета. А еще вот обратить внимание на камеру. Не знаю зачем, ну, здесь есть камеры, когда мы видим камеру на переднем плане. Так, стоп, секундочку, она работает что ли? Вроде как не крутится, но когда я плыву, такое ощущение как будто крутится. Как интересный эффект такой. Ладно, сочтем, что это такой оптический обман. Мне даже как-то неловко на самом деле разговаривать во время игры, потому что она настолько вот эти моменты медитативны, вот эти пространства, вот эта боняжесть. сочтем, как-то что-то пропустим. А мы за эту штуку можем схватиться. Незамно. Нормально. Начнем, когда мы пропустим. Так, тут вот сразу видно, что поначалу видимо какой-то поток идет воды, тяжело преодолевается. я не просто так схватил за эту штуку, потому что я знаю да, почему. Стоят такие турбины и будет не сладко, если я не буду держаться. мне вот очень нравится, когда вроде ничего не делаешь, а булки сжимаются. Тут мы узнаем, что дышать пока тоже не перестали. Нет, очень хорошо. Хотя наверное запах там не тот еще. Вот это вот такой забавный момент, когда мы идем, идем, ну по-моему дело, что там глубоко, но на самом деле там не просто глубоко, а там что-то есть. Ну логично догадаться, есть секрет. Я его уже брал, поэтому сейчас брать не буду, потому что вот прямо сейчас я его все одно не смогу взять. секунду. там сейчас видно будет. Это еще один такой пазл про не знаю, про тайм консюминг, потому что это пазл, в котором надо ждать. Честно говоря, не люблю такие пазлы. Ну то есть вот это тот сам пазл, про то, что вот есть штука, она ездит туда-сюда, и я этого не делал. То есть лучше идти туда, когда мне есть куда отбегать за без контакт защиты. Соответственно, пока я хочу эту штуку, двигается не только она, но и штука внизу. Поэтому в какой-то момент достаточно бонус будет доступен. Ну, не бонус, секрет. Можно назвать. Принесло. Нет, не принесло. Эту штуку надо крутить до конца. Иначе мне с этой лестницы куда-то полечу. Продолжение следует... Что-то совсем чуть-чуть осталось. Ну что ж, подождем. Вот за это вот и... Вот, не знаю, ненависть к таким пазлам. Потому что просто надо стоять и ждать. И это вот не то стоять ждать, которое только что было, когда вот... Там, блоки сжимал от того, что вот-вот вентилятор. А это стоять ждать просто потому что. Потому что где-то что-то происходит от меня независимое. Я в полной безопасности пока устаю, что по тени. Ну, одна только радость, что тень там хоть чуть-чуть туда-сюда елась. И ту кнопку нажал называется. Да, по сравнению с предыдущей частью, здесь у меня просто вот фейл на фейле. Но с другой стороны, игра... Как бы это уже вторая часть игры, поэтому логично, что она стала сложнее. Потому что, если помните, начало игры, там достаточно было просто бежать в одну сторону. Иногда останавливаясь, а иногда подпрыгивая. Вот смотрите, снова вот эти самые, как бы сказать, контейнеры, цилиндры. Те, которые мы видели еще в самом-самом начале игры. И, опять же, нигде не говорится о том, что это такое, зачем это надо. Единственное, что становится, ну, достаточно очевидно, что в них можно поместить человека. Зачем? Непонятно. А вот, еще немножечко милоты. Довольно так неожиданно, когда сверху вода, а там еще что-то в ней плавает. Поэтому все внимание приковано кверху. И вот, легко попасть вот в эту ловушку. Ладненько, давайте посмотрим. Что у нас тут интересненького? Ящик. Чудо ящик. Прям вот наслаждение от того, насколько отзывчиво это управление. То есть нам здесь надо, по сути, на реакцию делать действия. И нормально. Нажали кнопку сразу, что-то выехало, без всяких задержек, без всяких там долгих анимаций разгона. Иначе было бы большой проблемой сбить вот этот самый ящик. Ну и то же самое, как и сейчас. Нажал кнопку, все. Раз-два закрылось. Оно выглядит вроде плавно закрылось, не так, что там супер резко. Но тайминг достаточный для того, чтобы выиграть этот пазл. Точно так же, как сам этот куб, на достаточное время зависает на верхней части своего полета. Видеокассета. Вхс-овская. Дальше несколько. Опять же, видим элементы, из которых можно сообразить историю. Но эту историю нам никто не рассказывает. Эту историю только мы сами можем себе придумать. Ну а можем не придумывать. Но, скорее всего, это что-то типа, о, кто-то тут захоронил свои архивы с видеозаписями, экспериментов. Я там не знаю. Ну, логично, что нам наверх, потому что мы умеем плавать. А там вода. Но это очень неожиданно. Поэтому, там сверху тела. И, ну, конечно, немного стрёмно, потому что это могут быть тела тех самых деток, которых мы, до усрачки, боимся. Ай! Блин, 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 блин. Нужно нажимать кнопку. Ну, собственно, по желтым проводам понятно, что это очередной секрет, который я уже находил. Играть музыку, дайте чуть-чуть послушаем. Не очень тихо, я не могу узнать. Но здесь вот есть какая-то вот такая очень интересная мизансцена. То есть мы видим стул. Значит, кто-то здесь сидел. Стул один, то есть он здесь сидел один. И тут еще больше ничего нету. То есть единственное, что он мог, это смотреть на эти бумажки. Ну, либо заполнять эти бумажки. То есть он зачем-то следил, что-то отмечал. Единственное, вот его тема была слушать музыку, радио. Вот тут даже еле-еле видно небольшую антенну этого приемника. То есть, что можно предположить, что кто-то за всем этим стоит, кто-то вот тихоря проводил эксперименты с этой сферой, записывая свои результаты. Ну, чем-то это, опять же, вселенную Портал напоминает. Ну, ладно, это был секрет. Соответственно, нам с этим ящиком не сюда. Еще интересный момент с тем, что же это за такие ящики, к которым прицеплены тела. Почем, что означают эти самые красные огоньки. Причем, смотрите, они достаточно такие живые. И вот интересно, это людей привозят в контейнерах сюда и потом их так подключают? Или наоборот, их здесь вот так готовят, потом в контейнеры вывозят в лес? Ну, скорее, наверное, первая теория, потому что мы видели, как людей увозили. Хотя, стойте-ка. Ну, то есть, да, здесь вот людей как-то превращают в каких-то странных, страшных зомбарей. Отвозят в лес. Там, не знаю, видимо, они прорастают. И после этого их уже, как таких зомби-людей, готовых к любому грязному труду, забирают обратно. И они уже служат таким, как бы так сказать, питомцами и чернорабочими для тех, как бы сказать, нормальных людей, которые в сознании. Ну, вот мы видели эту сцену с, скажем так, отбором. Не знаю, но это, опять же, предположение. Угу. Вот снова вот эти самые лампы, которые мы видели первый раз, когда нам воткнули этот провод, и мы стали дышать под водой. Ну, как всегда, хочется сначала пойти налево, потом направо. И оно того стоит. Смотрите-ка, здесь какие-то людишки, людишки. И даже ящик какой-то, который можно утащить. Опа. Вот это сюрприз. Наверное, лучше не двигаться пока. И посмотреть как раз немного истории, которая на сей раз более понятна, чем много из того, что мы видели до. То есть вот, типа, отец с сыном пришли поконтролировать, как их рабочий заберет, ну, новых свежих зомбаков. Ну, как-то так, наверное. Так. И это нам бывает, что мы снова рядом с цивилизацией. Потому что довольно долгое время мы ходили по этим всем безжизненным комплексам, и это было малость скучновато. А вот тут, ага, смотрите, там какие-то люди, камера. Причем камера такая, достаточно большая, то есть как раз для ВХС и всего такого. Так, что мы тут можем? Уже не воды двигать. Угу. Но, логично, нам надо к двери, а дверь открывается только если там воды нету. И вот вопрос, как нам пробраться к двери. То есть как нам, с одной стороны, по воде-то мы легко можем доплыть до двери, с другой стороны, пока есть вода, она закрыта. И вот резонный вопрос, а что же делать? Ну, давайте попробуем вот такой расклад. То есть мы поднимаем уровень воды настолько, чтобы сначала ящик упал, затем опускаем настолько, чтобы вот дверь, вот еле-еле, вот чтобы дверь была открыта, но по максимуму низко вода. Тем самым мы можем с ящика в воду и по воде доплыть. Вот мне очень нравится здесь пазл, потому что в другой бы игре пазл был бы в том, что надо ящик протащить так или иначе к стенке, и тогда бы мы смогли по ящику подняться и пройти. А вот тут хитрее. Интересно, что это за штуки. Похожи на такие, как бы с одной стороны, водные мины, с другой стороны, вроде нет. Скорее, это похоже на буйки. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Смотреть, можно снова сцену посмотреть. Такой человек что-то починил. И... И оно все равно не загорелось красным. Так, все, я думаю, теперь можно вылезать. Так, интересно, чем же отличается вот этот товарищ от всех остальных, у которых горят красные гонки? Непонятно. Ну ладно. Ага. Тут есть рубильничек, который поднимает уровень воды. Все встали, и что-то они как-то... Вы на них посмотрите, это вообще не похоже на людей. Какие-то просто куски мяса. И... Вот все встали, а один не встал. Это походу... А нет, смотрите-ка. Могет, могет. То есть нет, тут как бы цвет значка, значит, не связан с их, как бы сказать, способностью к жизнедеятельности. Наверное, это просто какая-то вот поломка ящика. Ну или может быть это как раз из-за того, что этот ящик поломался, чувак не смог вырасти в полноценном, а стал таким вот, еле-еле двигающимся. Ну, поэтому вот и вопрос. То ли... Зомбируют тут Людей обычных. И... То ли получается выращивают людей. То есть, как бы, что происходит. То есть эти люди. Не допрыгнуть. Ну смотрите-ка. Тут вот номер 4. То есть это нам напоминает о том, что мы Движемся по каким-то секциям. А, нет, стоп. Врум. Вон там 2, 3. Не, значит, это какая-то местная нумерация. А я тоже подумал. Надеемся. Так клёв быть таким предводителем чувачков. А то все сами-за сами. И вот одна из тем, да, с одной стороны мы тут бегаем, Вот у нас такое чувство одиночества. И вот хочется, так сказать, с кем-то подружиться. А с другой стороны, единственное, с кем мы можем дружить, Это вот эти самые чувачки. И вот... Тем самым они нам становятся друзьями. Ну, как бы сказать. Не то, что по геймплею, но по своей, как бы, Роли. Потому что они для нас становятся единственными друзьями. Единственными, кто нам помогает. Кто нам с нами следует. Ага. Ладно, децы чувачки. То есть, может быть, это как раз фабрика по именно выращиванию этих рабочих. Причем, смотрите, вот, по идее, когда мы только подходили, Они там занимались какой-то там своей уборкой. Но только мы подошли, он сразу так понурился и все так. Так. Ой-ой-ой. Это было... Это было глупо. Ну, зато я упал. Я посмотрел, что будет, если так сделать. Так, ну, вот, вот, вот. А, да-да, понятно. То есть, сами-то они, конечно, без меня не прыгнут. Но они меня могут подбросить. Так. Так, чуваки, поднимите меня. И киньте меня. Молодцы. Вот тут мы еще видим много всего одновременно. То есть, мы видим и вот эту самую сцену. Обратите внимание, что здесь никогда камера не, как бы сказать, не покидает главного героя. И не улетает показывать какие-нибудь свои дикие миры. Она все время с нами. Ну, вот. Но при этом иногда выбирают такие ракурсы, по которым мы видим какую-то маленькую интересную историю, часть чего-то, что нам расскажет. Ну, сейчас достаточно очевидно, что нам тизерят, что есть что-то большое. Туда постоянно все бегут. Туда подключены гигантские шланги. И, видимо, мы тоже скоро будем там. А еще здесь мы видим, соответственно, компьютеры. Причем такие достаточно старенькие. Это именно с лучевой трубкой мониторы. Что нам говорит о той самой эпохе, когда и, собственно, ВХС-кассеты были еще в быту. Я думаю, что можно еще обратить внимание на часы. Но я не помню, сколько времени было на каких-либо других часах, которые мы могли встретить. Так, ладно, у нас там должны ждать чувачки. Ловите меня. Какие они хорошие. Вот, собственно, простое правило нарратива. Хочешь, чтобы кто-то стал для игрока другом, чтобы игрок кого-то вот прям ценил и любил, ну, сделай его геймплей на полезном. Больше всего игроки любят хиллеров. Так, чуваки. А, уинты. Понятно. И вот, когда есть какой-то хиллер, к которому ты привык, ты тут двадцатые вытеряешь. И это, конечно, трагедия. Прекрасно, конечно, смотреть, когда толпа каких-то голых людей. Я уж не знаю, какого пола начинаю так падать. То есть тут есть одновременно как очень чудесная анимация их. Так, а вот, кстати, вот тут шланг какой-то висит. Откиньте меня. Да, там был желтый провод. Но, дек, надо было брать с собой чувачков. Зато, смотрите, работает. То есть я еще не активировал, а значит, я бы хотел эту штуку активировать. Делается это следующим образом. Нам надо разделиться. Чтобы одни чувачки меня подкинули к проводу, а другие, соответственно, к, собственно, этой странной штуке. Что там, силенок не хватает, меня подкинули? Давайте-ка здесь подканиваемся. Ну, как? Как так? А, во, помогите. Давайте еще раз. Такой вот неловкий момент. Тебе что-то происходит за колонной, все пыхтят. Но результата нет. Так, чуваки, ну вот как вот-вот. Ага. Ну, то есть можете, можете. Давайте, поднапрягитесь. Вот. Походу, я понял, в чем была проблема. Это я просто недостаточно долго держал кнопку прыжка. Я просто разово нажимал, а надо было именно что? Спамить. Ну, точнее, не спамить, а именно нажать и держать. Тогда они меня сильнее подбрасывают. Так. Офисное пространство. Ну да. Тут типа офис. Что-то вот так. Все чувачки. За мной. Все-таки смотрю на них и мучаюсь идеей, что же первичным было. То есть это обычных людей зазомбировали, или это вот каких-то чудиков повыращивали на ферме. Просто вот сделали их похожими на людей. А может быть, наоборот. С нормальными людьми проводили такие эксперименты, от которых они потеряли свою человеческую форму. В общем, загадки, загадки. Ну, ничего. Осталось недолго. Ну, вот что интересно. Вот мы бежим, и вот там люди на фоне бегут. И мы видели еще до этого, что они бежали. Конечно, нам интересно, зачем они бегут? Что там такого? Ну, вот сейчас тоже сбегаем, посмотрим. Вот, тут уже номер 4, который может быть более серьезен. А так, надпись не разглядеть. Вернее, там не надпись, а цифры. Может быть, эти цифры что-то значат. Наверняка они что-то значат, потому что в этой игре все что-то значат. И вот тоже интересное устройство. Вот я вот все бегаю туда-сюда, пытаюсь рассмотреть, что же это такое. Непонятно. Единственное, понятно, что это какой-то вот инструмент, за которым люди работают. Потому что он стоит на столе, рядом есть стул, и мы видим эту вот историю. Ога. Вот это вот тоже интересная такая история. Когда мы видим трубку в таком положении, мы понимаем, что что-то произошло. Что-то очень важное, критическое. Потому что настолько важное, что уже было не до того, чтобы вешать трубку обратно. И поскольку здесь мы не видим никого, то скорее всего произошло что-то, что заставило всех покинуть свои места. И это либо какая-то опасность. Ну, по идее, тут уже все были апокалипсисы. Была вся эта опасность. При этом мы видим, что на фоне люди бегут. То есть скорее они бегут по какой-то другой причине. Какие они и надо страшные бывают. Ну, вот это походу тоже такие камеры, которые мы уже видели в затопленном состоянии. Там где? Чувачок плавал. Ага. Ничего себе. То есть смотрите, вот он нас заметил, но ему не до нас. И вот именно все, которые выглядят как разумные люди, то есть в нормальной одежде, не выглядящие как какие-то мутанты вроде вот этого. Вот они все убегают. Остается только вот. Самые чувачки наши любимые. Вот, которым тут я настроил эксперимент. Нам надо прыгнуть. Ага, вот-вот. Они все бежали сюда. Что интересно, то есть они видят нас. И все равно им вот то, что там происходит, интереснее. Вот, пипец, как разъедает любопытство, что же там. Причем, мы видим, что главники видят что там, а мы нет. И мы знаем, что разработчики при желании могли бы поставить камеру так, чтобы было видно что там. Потому что уже только что мы видели похожую сцену. Но, увы. Увы. Нам, как игрокам, придется удовлетворять свое любопытство. Путем геймплея, на халяву ничего не даст. Хоть тоже как-то мило. По идее, ну, тут мог бы быть обычный, ровный пипо. Ну вот, сделали вот такую штуку. Прикольно. Возможно, название игры связано именно с этим самым. Что внутри, потому что... Вот что-то там такое, инсайт, что нам вот очень интересно. Что всем очень интересно. Что прям, может быть, вся суть игры там. Но мы не знаем, не видим. А может быть, инсайт, что-то другое. Я думаю, в конце немного поговорим о том, что, почему игра, названная инсайт, или, точнее, о каких инсайтах идет речь. Так вот, мы, видимо, сверху от этого шара. Там всем тоже на редкость любопытно. Мы видим, что внизу пятно света, и мы, когда прыгали, видели, что там есть люк. Соответственно, намек на то, что надо идти в лес. Ну и, соответственно, секрет. И желтые провода там, куда обычный игрок не догадается идти. Смотрите, как внезапно здесь есть трава. Но, поэтому, это все еще помещение. Здесь отмечены те, скажем так, ячейки, которые мы взяли и не взяли. Сможем открыть? Ага, из-за того, что мы не все его активировали, мы не можем туда попасть. Я не могу туда попасть. Ну и ладно, на самом деле там ачивка, и, если хотите, можете погуглить на ютубе, что это. Ну вот, то есть там мы внутри ничего не увидим, мы просто получим еще одну ачивку. Но, вот этот самый момент, вот эта интересная локация, тем, что мы здесь видим траву в помещении. И это важно. При том, что мы видели, что этот комплекс нифига не заброшенный. Тут много людей. Они все над чем-то работают, экспериментируют. Ну, то есть, это трава, которая взялась не от того, спустения, наоборот. Ну, то есть, наоборот, мысли, что, наверное, это чай-то, как сам мысль. И я напомню, что мы видели похожие сферы до этого. Это, видимо, как-то особенно. Видимо, от того ажиотажа, который вокруг нее, где-то говорит о том, что, не знаю, эксперимент удался. Что-то вот случилось. Так. Еще один пазлик. Итак, приготовьтесь узреть, что же там внутри. И я, пожалуй, сейчас некоторое время помолчу. Продолжение следует... 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 Интересно, там как будто бы что-то красное появилось, не знаю, кровяки нам, если что, ну ладно, я не буду отвлекаться, на самом деле это охренеть какой-то, просто охренеть, когда мы бегали за мальчиком и вот это нечто, оно не вообразимое. Так, почему мы их можем поглотить? Мы их не можем поглотить, то есть мы являемся каким-то самостоятельным существом. Давайте кататься. Пойдем. Ну то есть, по идее... Что сказать... То есть вот это существо, оно не поглощает обычных рабочих, но оно поглотило мальчика. Поэтому оно, не знаю, нигде обычных, наверно тоже не поглощает. Только он так мальца убивает. Так, прошу прощения за техническую накладку, я думал у меня тут работает скриншотилка, она немного не работает. Ну да ладно. Да, если мальчиком мы использовали те ящики, которые у нас были, то... Вот эти мы уже не создаем. Смотрите, они с нас не очень боятся. И опять же... А, вот тут снова часы. Типа время идет. Им больше любопытно, чем страх. И это значит, что они что-то про нас знают. Хотя, походу, немного боятся и... Понятно почему. Досталось. Нет, стоп, смотрите, то есть есть не... А, вот эти... Это вот от нас отворился кусок? Или... Или это вот среди местных? Наверное, все-таки от нас. Потому что здесь... Всего... Скоро по научным... Сотрудники какие-то... Общественные чуваки. Точно, рабочих тут не видно. Немножечко жестокости. И вот смотрите, это тоже рассказывает интересную историю. То есть, даже когда мы выбирались... Вот из этого самого, не знаю, резервуара. И, соответственно, там куча воды вылилась. Мы тоже видели, что были тела. Что мы, соответственно, кого-то, видимо, убили пока. Спасаясь вот. Но вот здесь это все смакуется. Причем не только вот это кровище внизу и вот этими останками. Тем, что какой-то на полу, на нас. Но еще и сверху красной лампы. То есть, все как бы о том, что красная лампа. Все. Капец. Ну как-то не знаю. Можем отметить. Не можем ли, но зато мы тут нашли палочку. Вау! Причем. Представляете, кого это анимирует? Ага! Ага! Все, вот эту механику, смотрите. Ага! Все, это даже не просто лампочка, это кнопка. Нам сейчас надо сообразить, как бы нам на нее нажать этим бревном. Управление по прежнему все такое же примитивное. Ну то есть мы одновременно одними и теми же кнопками Уходим и управляем фигмалкой. Ну собаки походу у нас не очень нравится, ага, вот как обычно, я думаю перегон не нужна, ну нет, у нас не добра, не добра, не добра удача. Жалко, нельзя ухвы там не знают, как это быть. Вот очень хочется отомстить вот за все те годы унижений. Понимаете вот еще вот интересно, что это не просто какая-то анимация сделана аниматором, это какая-то особая хитрая система, потому что мы вот ноги то там вырастают, то тут, то тут. Где руки, как они берутся за что-то и взаимодействуют с этим. Так, что там не досталось. То есть это вот очень-очень сложная такая система. И логично, что ее наверное начали делать с самого начала игры. И скорее всего тут такая тема была, что, как бы сказать, создавая игру вот сюжетную, очень важно понимать вот какие особо яркие переломные моменты в ней есть. То есть что ведет к этим моментам и что после этих моментов. Я вот думаю стать вот такой тефтелькой, это был вот тот самый ключевой момент в игре. И вот еще немножко стори тейлинга. То есть мы, вот кстати интересная тема. То есть вот этот чувак он вроде в каске, но выглядит как казумный, не как зомбарь. И он нам помог. Ну вот интересно зачем. То есть то ли он нам сочувствует, То ли, и этот нам помог. То ли у них есть как раз желание от нас поскорее избавиться. Поэтому они нам помогают. Ну поводов может быть много, но вот интересно почему. Поэтому они знают, что мы опасны. Ну как обычно, вот мы насладились тем, что мы тут бегали. И все подряд крушили. А теперь немножечко пазлов. Вот смотрите, вот эта красная часть. Это щита, которой мы все время упали на чувака. То есть она была снизу. И теперь вот сюда. Ух. 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 Той сутки. Этой штеке всё не почёт. Утих тельки. Ух. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просто любопытно смотреть, чем же все это закончится. Но при этом смотреть, вот этот самый чувак, который сбежал. Нам сейчас удовольствием поможет. У нас теперь уже все. Нету, ручек, ножек, чтобы там... Сразу кидать и бежать. Мазила. Так, мы походу... Смотрите на фон. Мы как будто внутри сферы... Внутри которой есть еще одна сфера меньшего диаметра. И при этом все туда бегут в эту сферу меньшего диаметра. И вот интересно, что это? То есть вот это снова тема сфер... Больших причем. И это явно больше, чем та, где вы расстрелите в телеку. Ну и вот... Так, ага. Вот внутри бачу сферы и... Кто это? Это люди? Что такое? Да, как будто это много-много людей, которые пришли посмотреть, как нас дразнят это что-ли. Ну, ожидаемо. И да, это люди, которые пришли на нас посмотреть и, по ходу дела, избавиться от нас. Ну, логично, кому мы такой сдались. Ходим, разрушаем. Но мы даже то место, где вот нас заточили, можем разбирать на кусочки. И тем самым найти спасительную дверцу. Ну, это тоже интересный геймплейный момент, когда в какой-то момент понимаешь, что тебя поймали, и ты в изоляции. Вот интересно, мы сейчас внутри бачу сферы, или наоборот, может быть, снаружи или под ней. Ну вот, то есть, почему здесь вода, а в то время как, до этого, как бы, никаких признаков воды не было. Ну, давайте сплывем, посмотрим. А, ну, это просто, по ходу, какой-то небачу резервуат. Вот, смотрите, стены, которые что-то подпирают. В общем, такие, как бы, запил, сделанные стены. Свобода. Мы, наконец-то, вырвались из этих лабораторий, и обрели свободу. Мы выкатились на природу. И вот тебе, конечно, хороший вопрос. Где мы? Что мы? Живы ли мы? Ну, вот там что-то как-то сокращается, но... Как бы, все, я потерял управление этим комочком счастья. Все, теперь остаюсь только смотреть. И смотреть на это. Все, ни на какие мои действия, ничего не реагирует. Только видно, что, по ходу, там, этот комочек растекается. Может быть, умирает. Там, если присмотреться, то, как будто он еще и слегка красный. И, опять же, мы не знаем, чья это кровь. Этого существа или не этого, а то, что раньше мы набрали с кровищей. Вообще, есть ли кровь у этих самых существ. И вот, смотрим на это все и думаем, хороший это финал, плохой это финал. Что произошло? И радоваться нам за мальчика, и радоваться нам за эту тефтельку, или наоборот. Вот, как и вся игра, здесь все в вопросах. То есть, мы можем только предполагать. Но, игра дает подсказки. Давайте к одной из этих подсказок я хотел бы вернуться. Когда мы вот этой самой тефтелькой сбегали. Даже вот там не обязательно загружаться, уже все видно. Ну, вот, вы видите, куда мы попали практически в самом начале игры, когда мы бегали за эту тефтельку. Вам знакомо это место? Я думаю, да. И, то есть, все это, весь этот финал, это все были декорации. То есть, мы просто попали в какую-то искусственно созданную среду. То есть, мы уже видели, что в этих помещениях растет трава. Мы видим, что здесь есть какая-то декорация того, что они хотели, странные люди, построить. Мы, когда к ней приближались, мы видели стены, которые вот как будто это декорации в театре. То есть, так еле-еле сделаны из досок, там подпираемые палками. То есть, мы, получается, не выбрались свободы, мы остались внутри. И вот это и есть, видимо, тот самый инсайт, что как бы мы не пытались выбраться, мы остаемся внутри. Причем вот тут вся эта многослойность, что мальчик остается внутри тефтельки, тефтелька остается внутри вот этого комплекса, получается. А сам комплекс, он тоже где-то внутри, он где-то под землей, как-то закрыт. Что здесь происходит, непонятно. Ну, то есть, ответ, наверное, простой. Happy End'а нет. Разве что можно гадать, является ли то, что мы попали туда, куда попали, как бы сказать, желанием тефтельки выбраться на свободу, или это было все задумано, как часть некого эксперимента. То есть, возможно, эксперимент пошел не так из-за того, что появился мальчик, но вот эти самые рабочие, которые нам помогали, на самом деле, просто выравнивали, так сказать, ход в течение эксперимента, чтобы тефтелька попала туда, куда должна была попасть. Так что, вот и все. Вот и вся история. Спасибо, кто смотрел. Можете еще погуглить альтернативную концовку. Мне для того, чтобы ее показать, надо еще пособирать секреты. Я не хочу сейчас на это тратить время, это уже лишнее. Это вы можете посмотреть сами. Она не даст вам, как бы сказать, всех ответов, скорее даст еще больше вопросов, но советую посмотреть. Если вам это все понравилось, и вы действительно посмотрели до конца обе части, напишите что-нибудь в комментариях, потому что я, с одной стороны, хотел бы продолжать делать подобные видео и разбирать другие игры с точки зрения их создания и того, как они доносят свою историю. А с другой стороны, если это никому не интересно, то я буду это делать с меньшим энтузиазмом. Ладно, не буду томить. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо, что смотрели. Даже если вы ничего не напишите, я все равно знаю, что вы смотрели, и мне это очень очень приятно. Все. До следующего.